2023 год, жара, начало лета и мы в Екатеринбурге, где проходит Hi-Fi High End Show Урал. В прошлый раз эта выставка проходила здесь же, в отеле Московская Горка, в 2019 году. С тех пор рынок Hi-Fi High End сильно изменился. Посмотрим, как он выглядит сейчас. Главная проблема Hi-Fi это проблема выбора. А чтобы сделать правильный выбор, нужно сравнить. И рядом с нами находятся три системы, представляющие совершенно разные миры. Их можно сравнить в пределах одной комнаты. И вот расскажите, и начнем, наверное, с самого симпатичного. Что это за система с Варфидеилом? Максим, привет! Привет зрители канала Наумов 2.0. Значит, здесь у нас представлены три системы, как Максим уже сказал. Значит, эта система у нас получается самая доступная в комнате. Акустическими системами здесь служат уже полюбившиеся всем потребителям и любителям Hi-Fi в России и за рубежом Варфидеил Линтон. Эта юбилейная модель была выпущена к 85-му юбилею компании. И представляет из себя трехполосные условные полочники. Ну, как бы рассказывать про них очень сложно, потому что уже очень много слов было сказано вообще во всем мире. Да, и в том числе и в российской профильной прессе. Соответственно, их можно будет здесь послушать в сочетании уже с более новым устройством. Соответственно, которое, по сути, было сделано специально для этих акустических систем. Это интегральный усилитель Leek Stereo 230. Соответственно, от младшего брата модели 130 он отличается более серьезным ЦАПом, более серьезной усилительной секцией. Соответственно, способен раскачивать эти акустические системы практически в любых жанрах музыки и в любого размера помещениях. Соответственно, вторая система, которая у нас здесь представлена, уже, по сути, является монобрендовой. Она у нас озвучивается акустическими системами Quad S5. Соответственно, это закрытый корпус, пассивный радиатор сзади. Аж три штуки целых. И работает она со своим собственным железом, который у нас представлен также в стойке. Это Quad Artero Pre. Это предусилитель, соответственно, со встроенным фонокорректором. Чисто аналоговое устройство, никаких цифровых цепей, ничего такого. То есть, как бы, абсолютно такой честный предусилитель. Плюс, там, да, встроенный фонокорректор MMMC. И, опять же, такие одни из новинок, да, ну, которые появились, в принципе, уже достаточно давно, получается, да, где-то, наверное, осенью 2022 года. Но, как бы, показываем мы их здесь для, соответственно, всех посетителей выставки Hi-Fi Show Екатеринбург впервые. Вот. Это моноусилители Quad Artero Mono. Соответственно, это 300-ваттный канал на 8 Ом. Соответственно, огромные, как бы, мощные, классные. Очень здорово работает в сочетании со своими собственными же акустическими системами. Но, в целом, как бы, не принципиально, с какими колонками вы будете их использовать, потому что Quad, в принципе, известен тем, что предоставляет пользователю абсолютно такой честный линейный звук, с которым можно сочетать абсолютно любые акустические системы. И, значит, источник у нас здесь. Это два варианта возможных. Это либо аналог. За аналог у нас отвечает трансротор Max Nero с тонармом Rego 230. И цифра. За цифру, соответственно, полностью отвечают у нас компоненты Moon от производителя SimAudio. В данном случае с ликом у нас работает чистый сетевой транспорт. Это устройство называется Mind2. То есть, как бы, там нет никаких цифровых, точнее, аналоговых выходов. То есть, это полностью цифровое устройство. В сочетании с системой на Quad, соответственно, здесь у нас работает отдельный стример. Это Moon 280D. И дальше как раз все остальное у нас собрано исключительно из Moon в третьей системе, да? Да, совершенно верно. Здесь у нас акустические системы, опять же, самая актуальная новинка на российском рынке, да, которая присутствует. Это акустические системы Moon Voice 22, о которых мы уже рассказывали в предыдущем видео с московской выставки, организованной компанией Pult.ru. Значит, здесь у нас плюс добавляется устройство все в одном, Moon Ace. Опять же, да, очень сильно такой, как бы, очень крутой девайс все в одном, да? Это и фонокорректор на борту, и стример. Плюс аналоговые входы присутствуют. 50 ватт на канал, соответственно, со своими акустическими системами это устройство получило. Премию Ice, да, Европейской ассоциации, как лучшая такая хай-эндная стереосистема уже практически готовая. Но здесь мы позволяем пользователю даже сравнить некие две концепции звукоусиления от бренда Moon. Здесь у нас представлен также интегральный усилитель 250i. То есть это, как бы, самый начальный аппарат. Соответственно, вот в сочетании со стримером, соответственно, можно будет сравнить, как звучит целиком устройство все в одном, у которого все свое на борту, и раздельные компоненты, отдельно аналоговая, соответственно, схема, да, и отдельно цифровой источник. Ну и, как бы, по традиции, естественно, все у нас здесь целиком и полностью обвязано кабель в Венденхул. Это и сетевые кабели, соответственно, кабели питания, и акустические, межблочные, и причем в абсолютно разных конфигурациях. Это и металлические проводники, и неметаллические, как бы, характерные для бренда. В общем, как-то так. В комнате Магнат мы наблюдаем, в буквальном смысле, стену звука. Здесь четыре пары колонок, и, конечно, много я вижу уже показывали на фреше. Ну, давайте, наверное, освежим в памяти, из чего сетап состоят. Да, у нас здесь представлена электроника Магнат, да, которая в последнее время прям очень популярна, да, с 900-м усилителем во главе, это прям the best hit, хит сезона. С лампочками, с лампочками. Да, это все, все усилители имеют гибридную конструкцию, все они оснащены лампами ESS-81 в предварительном тракте усиления, и, соответственно, усилители мощности выполнены на транзисторах. Как я уже сказал, во главе это МА-900, есть модель помладше МА-700, она уже имеет такой традиционный дизайн для усилителей, и две модели стереоресиверов, это МР-750 и МР-780. МР-780, соответственно, постарше, она имеет большую мощность, зато у МР-750, она новее, есть на борту HDMI-разъем с обратным аудиоканалом, то есть мы можем его подключать уже к телевизору. HDMI с обратным аудиоканалом оснащены также и магнаты 800-ые, напомню, что это активные акустические системы, но, тем не менее, они имеют вот такой вот внешний вид, который перекликается со старшими Uber Transpulse-ами, это 1500-ая модель, уже классическая, можно легендарная, здесь она представлена, как и на фреше, в новом цвете, цвет орех, в общем, нам кажется, что он даже звучит лучше, возможно, так и есть. И проигрыватель виниловых дисков с прямым приводом Magnaut MTT-990, кстати, в этом году, летом мы привезем специальную версию, выпущенную к 50-летию компании, она будет иметь другой картридж, аудиотехника, сейчас не вспомню, но уже более высокого уровня, и будет выполнена в сером цвете с надписью 50 лет Magnaut. И, соответственно, то, чего не было на Fresh Hi-Fi, это акустика серии Signature 900, напольные акустические системы, старшей раньше была еще 905-я модель, но уже она ушла, и белый цвет, да, он появился относительно недавно, изначально она выходила в черном цвете и в цвете Macassar, такое красивое дерево, но вот потом было принято решение оставить два классических цвета, черный и белый. Акустика оснащена двойным твиттером, который позволяет расширить диапазон частот до 55 кГц, безусловно, идут споры, нужно это, не нужно, есть два лагеря непримиримых, кто-то говорит, что человек не слышит, кто-то говорит, что он чувствует это, это полезно для гармоники и так далее, и тому подобное. Но вот мы считаем, что практика критерий истины, надо слушать, нравится, покупаем, не нравится, ищем дальше. Акустика довольно-таки большая, крупная, она способна озвучить помещение очень большой площади, но и в маленьких помещениях, как это, она, в общем, не перегружает его и тоже ведет себя вполне адекватно. Несколько слов еще о проигрывателе виниловых дисков, вернее, даже не о проигрывателе, а о картридже. Изначально проигрыватель оснащен в базе картриджем аудиотехника AT95, есть картридж по принципу plug-and-play, то есть покупатель приходит домой, достает вертушку, и она у него работает. Он не думает бежать в ближайший магазин, какой картридж покупать, хорошо, плохо, за сколько денег, у него работает вертушка, и дальше он спокойно подбирает картриджи. Мы, конечно же, картридж заменили для выставки, и здесь представлена головка компании Goldring, серии 1000, в частности 1022 здесь иголка, очень хорошая игла, и эта серия еще хороша тем, что, в принципе, для каждой из головок есть сменные иглы. Более того, посадочные места у них абсолютно одинаковые, и, соответственно, мы со временем можем делать апгрейд. Если у нас там голова, например, 10-12, то мы можем поставить со временем иголку от 10-22, либо, как и в случае с этой головой, можем поставить иголку от 10-42, тем самым произведя апгрейд. А тип картриджи какой-то? Это MM-картриджи, да. Некоторые H&N-системы радуют не только звуком, но и приносят также абсолютно эстетическое удовольствие, и вот система в черном – это как раз тот случай. И давайте послушаем, из каких компонентов эта система состоит. Компания Alcom на выставке собрала систему из электроники норвежской компании «Электрокомпонит», кабельная обвязка – это французские кабели «Эсприт», и замечательные акустические системы американской компании «Мэджика». Начнем, наверное, с акустикой, самая эффектная часть. Да, акустика, как известно, царица полей. Это старший напольник в младшей серии акустических систем «Мэджика», напольник под названием «А5». Соответственно, трехполосная схема, три басовика, среднечастотный драйвер и бериллиевый твиттер. Диффузоры среднечастотника и басовиков выполнены из углеволокна и имеют тончайшее покрытие графеном. Оно не дает совершенно, не добавляет веса, но делает диффузоры супер жесткими. Конструкция закрытый ящик, корпус полностью алюминиевый, каждая колонка весит около 100 кг. Внутри тоже из алюминия сделана система распорок. Акустика очень быстрая, очень басовитая. За счет бериллиевого твиттера очень тонкие нюансы можно получить. И соответствующая обвязка, и хорошую сцену, эшелонирование. В общем, все, что мы любим. Ну и от акустики логично перейти, наверное, к усилителям мощности. Ну и далее по списку пойдем. Усилители мощности здесь 400-ваттные AW400, соответственно, это моноблоки. Ну, наверное, тоже логично сказать, что вся электроника электрокомпонит имеет такой единый дизайн с акриловыми передними панелями. Очень эффектно смотрится, вот с этими золотыми вкраплениями. В таком вот едином стиле можно собрать систему, которая будет не только отлично звучать, но и классно выглядеть. Предусилителем в данной системе выступает референсная модель компании EC4.8. Это усилитель собран по схеме полное двойное моно. То есть фактически в одном корпусе находятся два совершенно независимых усилителя, у каждого из которых есть блок питания, соответственно, вся коммутация и так далее. Ну и далее можно подниматься, так сказать, по стойке. В серединке находится сетевой проигрыватель ICM-1. Это такой аудиофильский аппарат. Стоит отметить, что у электрокомпонит есть собственное ПО-приложение для любых платформ и любых устройств. Очень удобное, постоянно обновляется. Буквально перед выставкой позавчера произошло обновление. Все русифицировано, все классно, удобно, здорово. И это классика у нас сверху, да? Да, это вот наша, так сказать, как это изюминка системы. С одной стороны, этот аппарат уже выпускается точно более 15 лет. Это уже пятая его, скажем так, реинкарнация. Чем интересен этот аппарат? Это CD-проигрыватель. Он не читает супер-аудио-CD. Но вот особенно в нынешние времена, когда за какие-то разумные деньги достаточно сложно уже сейчас найти качественный, хорошо звучащий CD-проигрыватель, эта модель пользуется по-прежнему очень большим спросом. В модели очень интересно сделана система механической развязки. И вообще вот компоновка корпуса очень продумана. В левой части аппарата находится цифроаналоговый преобразователь и блок питания цифровой секции. В серединке спереди привод и два трансформатора. И в правой части только аналоговая секция и, соответственно, выходная группа. Привод находится в такой специальной системе снижения вибраций. То есть это такое механическое, скажем так, некие ухищрения инженеров, которые позволяют еще на этапе считывания получить максимальную точность считывания каждого бита. Проигрыватель очень музыкальный и продается не только в системе электрокомпоний. Очень многие мы устанавливали эти аппараты в систему совершенно разного ценового диапазона. Такая очень популярная модель. Еще важный момент, что цифровая секция делает обсемплинг всего материала до параметров 2.4 и 192. И потом уже цифроаналоговое преобразование осуществляется вот цифры с этими параметрами. Еще одна фишка этого проигрывателя опциональный клэмп под названием спайдер или паук. Вот он в виде паутины. Мы очень рекомендуем его приобрести, потому что с ним диск становится абсолютно, так сказать, параллельным плоскости считывания. Никаких вибраций, лишних перемещений и точность воспроизведения действительно существенно повышается. Компания Технологика привезла на выставку два бренда, которые являются уже легендами Hi-Fi, но не попадались нам на глаза очень давно. Это Miriat и Audioanalog. О них более детально мы поговорим в специальных выпусках. А пока познакомимся с системами, в которых они демонстрируются. Приветствую, коллеги. На данную выставку Hi-Fi Hineshow мы привезли связку компании Miriat, старинный британский бренд. Компания сделала полностью ребрейдинг, обновила весь модельный ряд. Сегодня у нас представлен CD-проигрыватель модель Z310 и интегральный усилитель модель Z350. Усилитель построен на базе двух троидальных трансформаторов, работает в классе AB, выдает 130 Вт на 8 Ом, сделанный опять же по классическим стандартам Hi-Fi на конденсаторах NICHCON, VIMA. Аппараты уникальны тем, что проигрыватель компакт-дисков и усилитель имеют встроенный медиапроигрыватель. Что это нам дает? Мы можем запускать информацию напрямую с жесткого диска, именно запускать любой аудиофайл, начиная как с WAV-лаг файлов классических и уже уходя в такие тяжелые форматы, как DSD, DCF, DFF, ISO образы. Оба аппарата имеют у нас Bluetooth пятого поколения, чтобы мы могли Харес передать без потерь наш стриминг, например, с того же самого Тайдла, Кубис. И с какой из двух акустических систем это играет? С Мириадом у нас играет Davis Acoustics Kryptom 9. Это средний модельный ряд, такая золотая серединка в модельном ряде компании Davis Acoustics. Здесь мы имеем на борту тканно-высокочастотник, кевларовый средний частотник и сдвоенную басовую секцию из целлюлоза. Также мы имеем фронтальный порт фазоинвертора, так называемый ламинарный порт фазоинвертора. Грили здесь у нас на магнитах. Опять же, они дизайнерски сделаны, там вересное волокно применяется, это очень красиво выглядит. Колонки имеют штатное подключение, никакого биваринга. Разъемы здесь WBT уже. Акустика имеет три варианта отделки. Это светлое дерево, черный и орех. И в центре второй системы я вижу аудиоаналог. Какая это модель? Это модель Maestro Anniversary. Усилитель уникален, он построен по принципу двойного и моно. Выдает 150 Вт на 8 Ом, при этом потребляет порядка киловатт 200. И класс получается АБ? Класс АБ, конечно. А в качестве источника? В качестве источника у нас используется французский бренд Metronome Technology. Это средний модельный ряд, такая золотая серединка. Модель называется L-Player 4+. Это полностью законченный плеер, не транспорт. Да, это аудио-сиди-проигрыватель. Также он может выступать в роли цифроаналогового преобразователя. И какую модель акустики вы подобрали для этой системы? На выставку мы привезли новинку. Это акустика Davis Acoustics, модель Courbet номер 8. Это старшая колонка в линейке. Для нее специально разрабатывался карбоновый низкочастотный динамик. Также здесь применяется среднечастотный динамик из Kevlara. Этот динамик был применен в модельке Olympia One Master, в свое время завоевавшая очень много наград. И, естественно, он используется здесь. Также мы имеем на борту тканно-высокочастотный динамик. Терминалы здесь используются WBT. Фронтальный фазоинвертор. Акустика уже располагается на шпах. Гриль у нас на магнитах. Акустика имеет пять вариантов отделки. Как лакированные, так и шпон. А этот как называется вариант отделки? Данный цвет называется Space Blue. Он такой красивый. Он вроде черный, но при этом при переливании света он отдает синий такой космический. Поэтому и называется Space Blue. На дверях этой комнаты написано «Дома лучше, чем в кино». И, соответственно, возникает вопрос. Как же сделать так, чтобы дома было лучше? Дома можно сделать как в кино даже лучше. В первую очередь, используя большой экран, к чему мы привыкли, когда ходим в коммерческий кинотеатр. И здесь в комнате мы установили 100-дюймовый экран с технологией ALR, который рассеивает свет, когда попадает на него от стен и от потолка и отражает только свет, который идет снизу от ультра-короткофокусного проектора Hisense. Соответственно, мы спокойно сможем, не подготавливая специально комнату, не затемняя в обычной жилой комнате смотреть 100 дюймов, радоваться картинке как в кино. Ультра-короткофокусный проектор Hisense. Это модель относительно, точнее, самая новая PL1. Его функционал достаточно широк. То есть это фактически телевизор, но с большим экраном. То есть и функционал полностью, у него два тюнера, и обычный цифровой, который у нас в России, и спутниковый, то есть у него можно прям тарелку вставить. У него два встроенных динамика, то есть он, в принципе, может как самодостаточная система работать. У него операционная система вида, самая последняя, шестая, которая поддерживает вплоть до... то есть он поддерживает и AirPlay, он поддерживает Chromecast передачу, то есть это действительно полноценный телевизор в последних поколениях. Какие-то приложения там, может, для воспроизведения есть? Уже установлены, как бы, включаешь, когда установлены уже множество видео стриминговых сервисов, там, Кинопоиск, Плекс, очень много. И плюс еще есть магазин приложений, который позволяет там недостающие еще себе доустановить. Ну, фактически, в общем-то, одним проектором можно и обойтись. Ну, фактически, да. То есть он сам, у него достаточно сильный встроенный медиаплеер, который воспроизводит файлы 4К очень легко и выдает причем еще звук Dolby Atmos. То есть у него не только два впереди встроенных динамика, но еще и два сверху, которые действительно отправляют звук в потолок. И при отражении в месте слушания мы получаем, пусть и не полноценнейшую систему, но в комнате 15 квадратов это будет действительно ощущение полного Dolby Atmos. Ну, а в этой комнате у вас звук, естественно, более серьезный, кинотеатральный, опять же. Да, дома мы легко можем его добиться с помощью нашего новейшего AV-ресивера Digis Audio SG-1, который смело дает на свои 7 каналов по 125 Вт. При этом поддерживая все необходимые на сегодняшний день форматы Ultra HD, HDR. Со звуком, естественно, необходимы на сегодняшний день Dolby Atmos и DTS-X. Он все это готов представить за 69 тысяч рублей, что, на мой взгляд, не каждый день на рынке встретишь. Что касается звука, звук в нашей комнате от, не побоюсь это слово, создателя сабвуферных систем компании MNK, Miller Chrysler. Здесь мы использовали 7-канальную систему со звуком Atmos с колонками на потолке. Соответственно, трехмерный звук здесь демонстрируется. Полноценный, да. Отовсюду все свистит, стреляет и еще и сверху летает. Так, а на чем вы предлагаете тогда слушать музыку? Я знаю, что тут еще система есть. Да, музыка. Головой, опять же, усилительной части в музыке у нас является все тот же наш бренд Digis Audio со стереоусилителем Mk285. В названии четко закодирован 2 по 85 Вт. Это полноценный стереоусилитель, который, на мой взгляд, очень интересен тем, что у него есть, помимо его хорошего звука, в плане функционала, у него есть еще HDMI с ARC, который позволяет подключить к нему телевизор, проектор, все что угодно. То есть он может быть не только стерео, но и как бы мультимедийной системой. Ну, то есть, условно говоря, в спальне подзвучить телевизор или что-то. Ну да, при желании, когда не только стерео, но и, опять же, просто кино в обычном формате в стерео. Также он способен воспроизводить с USB-флешки многие файлы, в том числе и флэк. Что, опять же, за его 54,990, в плане цены, на мой взгляд, очень конкурентоспособны. Акустикой у нас здесь служит такая, я считаю, уже прям достаточно проверенная система от датской компании DALI, которая в этом году исполнилась 40 лет. Мы используем в этой относительно небольшой комнате их прекрасные полочники Аберон 3. То есть комплект получается 110 тысяч, при этом за 110 тысяч это действительно полноценное, хорошее, интересное стерео. Ну да, ну и могу сказать, что, в принципе, эту комнату полочники вполне прокачивает, озвучивает абсолютно нормально. Ну и в том числе из-за того, что динамика 7,1 дюйм, это 177 миллиметров, что, в принципе, опять же, на рынке не каждый день встретишь. Я имею в виду на рынке акустики. Комната Q-Acoustics привлекла меня очень плотным, динамичным звуком. Ну, как всегда оказалось, что играли вот эти малыши. Ну, в общем-то, колонки знакомые, но, тем не менее, давайте вспомним про них и познакомимся с остальным оборудованием. Да, играли не только они, сразу хочу сказать, играли. Все три пары сегодня востребованы для прослушивания. Давайте пробежимся немножечко по железу. На усилении у нас стоит Parasound Hint 6, интегрированный усилитель. Достаточно развитые функциональные возможности у него. Ну, собственно, наверное, останавливаться долго на нем не стоит. Модель достаточно хорошо известная, представленная давно на рынке. В качестве источника у нас сегодня, один из источников, это проигрыватель Music Hall MMF 7.3. Который в базе комплектуется картриджем Ortofon 2M Bronze. Но мы установили очень интересный картридж сегодня на эту вертушку. Мы демонстрируем его. Это относительная новинка у Goldring. Это MC-картридж Heroica HX с высоким выходом. И особенность этого картриджа в том, что мы MC-головку можем подключить к MM-фонокорректору. Нам не требуется повышающий трансформатор и так далее, дорогостоящий фонокорректор. При этом мы сохраняем все плюсы MC-головки. Это динамика, это мясистое звучание. И сегодня посетители выставки могли в этом убедиться. То есть она в данном случае прямо в Parasound? Да, она прямо приходит в штатный фонокорректор, которым оснащен Parasound. В MM его части. То есть как раз мы наглядно демонстрируем работу MC-картриджа с MM-фонокорректором. Или MM-фонокорректора с MC-картриджем. Кому как удобнее. Да, еще пару слов о проигрывателе MMF 7.3. Как вы видите, выносной мотор. Он никоим образом только через пасек соприкасается. Он стоит исключительно на поверхности. Два стола, которые разделены специальным виброизолирующим материалом Sarbatan. Опорный диск находится на нижнем столе. А тона на верхнем столе. И они также разделены между собой. То есть проведена очень серьезная работа по устранению вибраций. Да, также есть встроенный уровень. И нам легко, достаточно его отстроить с помощью ножек. И он комплектуется пылезащитной крышкой, которую мы на время демонстрации сняли. Двигаемся дальше. Уже акустика, про которую я уже рассказывал. Это Q-Active 400. Напомню, что это полностью беспроводная система. И даже не акустическая система, а скорее законченная аудиосистема. Каждая пара комплектуется вот таким вот хабом, который также является источником звучания. Он поддерживает все основные стриминговые сервисы. Tidal, Caboose, Spotify, Deezer. Поддерживает AirPlay 2, Chromecast, RuneReady. Он оснащен оптическим входом, аналоговым входом, который можно переключить для работы с проигрывателем виниловых дисков. С ММ-картриджем, кстати. И оснащен также с выходом на сабвуфер, если кому-то мало баса. И оснащен разъемом HDMI с обратным аудиоканалом. То есть мы можем его подключить к телевизору, который, как известно, у нас сейчас также является источником звучания. То есть это полностью законченная система. Очень интересные технические решения, такие как BMR-радиаторы, о которых я рассказывал в прошлый раз. Как выведены на заднюю панель низкочастотные динамики, нагруженные на волновод. Очень рекомендую послушать. Интересная акустика, которая неизменно вызывает большой-большой интерес у посетителей выставки. Вот, кстати, вопросик у меня есть еще. Да. Она, правая-левая, изначально прописана или можно экспериментировать? Нет, кстати, очень хороший вопрос. Да, смотрите, они не симметричны, да, это сделано намеренно. Мы можем с вами регулировать стереобазу, ширину стереобазу, размещая их динамиками внутрь, либо наружу. Да, при этом на каждой колонке есть тумблер, с помощью которого мы задаем ему левая, он в данный момент, левая колонка или правая колонка. Понял. То есть продумано все досконально. Следующий АЭС это Концепт 50, появились они примерно год назад. Это вторая сверху линейка, особенности конструкции, двуслойный корпус, разделенный слоем клейкого геля, динамики без креплений, внешних креплений. То есть они крепятся следующим образом. Металлический пруд вделан в магнитную систему, пропущен через внутреннюю распорку и зафиксирован шайбой. То есть мы не видим. Он изолирован от корпуса полностью таким образом. Ну и эстетическая красота. Также в этой акустике впервые применено, не впервые, первое применение это было Концепт 300, платформа. То есть нижняя часть собой представляет платформу с пружинами, на которую надевается корпус основной. С тем, чтобы изолировать корпус основной от вибраций, которые приходят с пола. Но впервые это применено на фонопольной акустической системе. И на вершине у нас Концепт 500. Это любимая акустика покинувшего нас безвременно Кена и Шиват. И он очень любил демонстрировать свои топовые компоненты Камани Маранс именно с этой акустикой. Считая ее одной из самых нейтральных акустических систем. И здесь, конечно, патронов не пожалел Кюа Акустик, создавая эту пару, эту модель. Здесь уже используется тройной корпус. То есть три слоя МДФ разделены двумя слоями специального геля, который призван бороться с вибрациями, приходящими на корпус. И трансформировать их в тепловую энергию, рассеивать по корпусу. Также мы здесь видим динамики, которые не имеют внешних креплений. Они также крепятся через внутреннюю распорку, через магнитную систему. Поэтому здесь применены так называемые резонаторы гемгольца, 4 трубки. Если здесь также имеются резонаторы гемгольца, их всего 2, то здесь их 4 трубки. Призваны эти резонаторы гемгольца выравнивать давление внутри колонки, потому что оно не однородное давление, когда работают динамики. Соответственно, мы получаем органный призвук. Эти трубки это давление выравливают, и мы избегаем этого органного призвука. Получается, они фактически как раздемпфируются немножечко в динамике. Да, именно так. И мы видим вот такая интересная двухцветная отделка. Как мне кажется, сделано это для того, чтобы скрыть глубину. Они на самом деле имеют не маленькую глубину, а двухцветный отдел. Помимо того, что это просто красиво, начнем с этого. А второе, такое решение как бы скрадывает глубину. Они кажутся очень компактными. И многие посетители говорят, откуда столько звука из таких компактных колонок. Я на них смотрю, они компактные. Ну, наверное, да, на первый взгляд они выглядят компактно. И да, сзади есть перемычка, с помощью которой мы можем чуть-чуть подрегулировать высокие частоты, добавив, либо оставив ровной характеристику. Вот такая вот акустика. А корпуса внутри, они как-то делятся между собой по объему? Или оба динамика на один объем работают? Оба динамика на один объем работают. Соответственно, и резонаторы. Да. Резонаторы, кстати, об этом говорят, что это один объем. И вот мы добрались до легендарной системы с золотыми проводами. Ну, у меня, собственно, два вопроса. Правда ли там золото? И для чего оно нужно, если оно там есть? Да, действительно, золото там, безусловно, есть. И нужно оно не только для привлечения внимания и для эстетики, но оно нужно и для звука. В первую очередь, как абсолютно инертный материал, который не подвержен окислению, каким-то временным ухудшением параметров и так далее. Ну, и, соответственно, чтобы это все услышать, все преимущества, я так понимаю, что хай-энд должен быть соответственного уровня. Да, это система уже более, скажем так, высокого уровня. Акустические системы Magica из топовой серии M. Это модель, младший напольник M2. В этих акустических системах корпуса сделаны, вот передняя панель и задняя, алюминий очень толстый, авиационный. А боковины – это карбоновые стенки, как в автомобилях Формулы-1, для абсолютной инертности. То есть корпус совершенно инертен. Передняя и задняя панели стягиваются специальными стяжками. В комплекте с акустикой есть специальный динамометрический ключ. И производители рекомендуют примерно раз в год, ну и при глобальной какой-то перестановке, перевозке, проверять и подтягивать определенным моментом эти стяжки, для того, чтобы корпус свои все свойства продолжал выполнять. То есть это, получается, система, которая требует еще и техобслуживания? Периодического, да. Здесь установлены два басовика и среднечастотный драйвер. Диффузоры у них у всех из углеволокна с тончайшим слоем графена нанотрубок. Этот слой совершенно не привносит дополнительную массу, диффузоры не добавляет, но зато делает его совершенно жестким. И твиттер здесь бериллиевый с алмазным напылением. Обратите внимание также на стойки. Интересная система опор на три точки акустической системы опирается. И в каждой из них есть механическая система подавления вибраций фирменной разработки компании Magical. И с какими усилителями мощности это работает? И предусилители, я так понимаю, это из одного бренда? Да, это усилительная часть в данной системе компании Американской Constellation. Это младшая линейка Inspiration, моноблоки, они так и называются, моно и предусилитель Inspiration Pre. В данной связке есть интересный момент. У усилительной мощности есть два типа XLR-соединения. Одно, это просто балансный, и второе, так называемый режим Direct, это когда отсутствует буфер, который есть и в преде, и в моноблоках. То есть в моноблоках он пропускается, и таким образом сигнал проходит более короткий путь. А для работы в многобрендовых системах можно пользоваться обычным XLR-ом. Здесь, естественно, режим Direct сейчас используется. Электроника Constellation, на первый взгляд, выглядит достаточно просто, но если присмотреться к каким-то деталям дизайна, то аппараты, скажем так, при ближайшем рассмотрении, достаточно интересные. У них боковые радиаторы, в них воплощен, выполнен фирменный логотип. Constellation – это созвездие, и вот у них, соответственно, такой крестообразный логотип. Вот какие-то такие мелкие детали дизайна, которые, как я уже сказал, на первый взгляд не видны, но когда любитель качественного звука близко, так сказать, общается, включает аппаратуру, может быть, как-то за ней ухаживает и так далее, он это все видит, и какое-то эстетическое дополнительное удовольствие от этого, мы надеемся, получает. И, наконец, венчает это все, это чисто сетевой плеер, да? Да, это чисто сетевой проигрыватель компании, американской компании Playback Designs. Это младшая модель, младшая линейка Edelweiss, модель MPS-6. Об этой компании и вообще о технологиях можно рассказывать очень долго, но один из таких основных моментов – это то, что основатель компании и главный разработчик Андреас Кох очень долгое время работал с цифрой в разных компаниях, в том числе в компании Sony, участвовал в разработке формата Super Audio CD, работал над созданием формата Dolby Digital AC1, ну и так далее. То есть это человек, который, ну, знает о цифре, наверное, больше, чем кто-либо другой. Все свои знания он применяет при разработке фирменных аппаратов. В данной модели вот тоже интересная фишка, почему здесь вот такой вот интересный матричный красный дисплей. Очень просто. В сетевом проигрывателе должен быть только один клок. А в любом таком дисплее должен быть свой, ну, клок или тактовый генератор. Так вот, здесь удалось найти просто такой дисплей, который может работать, тактоваться от основного одного. Здесь в этом проигрывателе один тактовый генератор. И этот дисплей просто может работать. То есть вот даже в таких, как бы, нюансах разработчики видят, ну, понимают их важность, как бы, и не пропускают вот при разработке, при производстве своих моделей. Ну, в этом вся суть high-end, честь мелочи. Радиотехника – бренд, знакомый с детства. В общем, сложно найти человека, который был бы не в курсе, что такой бренд существовал и был одним из самых востребованных в Советском Союзе. Сейчас времена другие, и радиотехника возродилась. На выставке в Екатеринбурге этот бренд представляет группу компаний «Аудиомания». И Михаил нам сейчас расскажет новую историю хорошо знакомого старого бренда. Итак, как появилась вообще мысль возродить радиотехнику? Ну, на самом деле, мысль появилась возродить радиотехнику давно. И она появилась у руководителя группы компаний «Аудиомания» Артем Файермарк. Но, скажем так, были определенные рыночные условия, которые, ну, скажем так, не то что не позволяли, а, скажем, этот запуск был бы достаточно сложный. Да, то есть это была высокая конкуренция, да, это был некий такой отечественный скептизм, да. Это, наверное, нежелание, скажем так, российских дистрибьюторов и дилеров вообще заниматься чем-то российским, безусловно, да. Вот, но, скажем так, с 2022 года немножко рыночные условия поменялись, как мы знаем, да. Как всем известно, да. Да, поэтому, ну, там, понятное дело, какие-то бренды покинули, да, вот. Вот, все-таки еще отсутствовала поддержка государства. Сейчас еще важно отметить, что действительно сейчас у государства есть программы, там, помощи, да, собственно говоря, в таких различных проектах. Поэтому это тоже имело какое-то значение. Именно для развития производства. Для развития производства, все верно. Поэтому, скажем, вот эта мысль Виталу, Артема, и, скажем так, вот в 2022 году вот этот был момент, да, когда вот надо, вот, да. Да, соответственно, он как визионер, а на самом деле это группа компаний, да, специалистов в разных областях. Электроники, проектирование акустических систем, да, программного обеспечения, вот, соответственно, ну, с привлечением крупных инвесторов. И вот эта команда, соответственно, и занялась тем, что, так сказать, этот бренд вновь появился. И вот сейчас мы о нем как раз громко заявляем, да. Что еще хочется добавить? Конечно же, ну, скажем так, сейчас такие еще вопросы задают, а почему там логотип другой, там, да, вот. Вот, и так далее. Почему другой логотип? Почему другой логотип? Да потому что, ну, в целом, поскольку это совершенно уже новая реалия, это новый уже абсолютно бренд, несмотря на то, что бренд старается беречь это наследие, история, да. Да, и все-таки есть, как бы, есть такое видение, что это стал бы национальным брендом, как в свое время это был в Советском Союзе, да, национальным брендом аудиотехники. Вот, и, собственно говоря, такое же большое количество категорий в аудио, да, планируется производить. Вот сейчас мы на выставке представляем категорию, соответственно, Hi-Fi, а так вообще планы это и портативка, и Pro Audio, и Custom Installation будет, да, ну, и различного рода аксессуары. Ну, действительно, да, это уже тянет на национальный бренд. Вот, ну, наверное, первый вопрос, который у всех возникнет и возникает, и вам наверняка его задавали на выставке, не является ли все, что мы здесь наблюдаем, просто брендированием а-ля автомобиль Москвич, когда только шильдик? Да, тоже один из самых частых вопросов. На самом деле, как бы здесь, в Москве, у нас команда разработчиков, и действительно, с точки зрения оптимизации бизнеса, действительно, часть товаров у нас производится по контрактному производству в Китае. И это логично, вот, потому что, ну, большинство производителей идут по такому сценарию, когда, допустим, какой-то часть товаров, ну, допустим, там, бюджетные какие-то линейки, ну, допустим, у нас представлены сейчас три линейки акустических систем, самая младшая линейка акустических систем производится в Китае по контрактному производству. Но, тем не менее, если кто-то сталкивается с, так сказать, контрактным производством, не все так легко. То есть, надо действительно найти того производителя, который отвечает спецификации. Вот, ну, есть разработчики, да, которые, соответственно, проектируют акустическую систему, да, есть определенные параметры, которые должны, скажем так, которым должна удовлетворять будущая акустическая система, да. Соответственно, вот найти такого производителя, который бы отвечал этим стандартам, да, и придерживался их бы их, это достаточно сложная история. Я как раз такой работой занимался в свое время, и действительно, при огромном выборе найти компанию, которая, скажем так, стабильно удержит качество хотя бы просто вот из поставки в поставку, это уже, в общем-то, большая удача, либо большая работа по контролю производства. К тому же, ну, на самом деле, есть еще такая история, что, ну, в России сложно найти, скажем так, такой большой ассортимент производителей, комплектующих, да, и поставщиков, которые бы, ну, во-первых, были бы конкуренты на мировом рынке, и, во-вторых, они могли бы действительно, ну, скажем так, соответствовать тем параметрам, которые, скажем так, есть у проектировщиков, разработчиков. Ну, и самое главное, это действительно все должно быть как-то оптимизировано, чтобы конечная стоимость для покупателя, она была, ну, скажем так, обоснованная. Ну, да, бренд, в общем-то, очевидно, не премиум и не топ-сегмент, где можно закладывать в цену какие-то доп. расходы. Ну, конечно, то есть тут такая история, что мы могли бы там, наверное, сделать там, я так понимаю, что акустическую систему, которая была полностью была бы там, вот, российская, там, все комплектующие, то есть каким-то образом бы действительно там те поставщики, которые работают в России, там, производят какие-то комплектующие, смогли бы сделать бы, но эта колонка была бы золотая. Ну, это хай-энд, получается. Да, это был бы хай-энд. Хотя, ну, в целом, у нас же есть в России производители, которые, и эти, как бы, производители, так называемые, да, небольшие производители, это, в принципе, все хай-энщики, на самом деле, тот, кто здесь производит. Ну, в общем, да, вот тут на выставке даже. Все верно. А это все-таки бренд массового сегмента, да, и поэтому у нас младшая линейка, она как раз вот контрактное производство в Китае. Что касается средней линейки и флагманской линейки, то это уже у нас сборка в Подмосковье. Что касается усилителей, которые тоже мы представляем на рынке, это тоже контрактное производство в Китае. Ну, и тут хочется сказать, что вообще, в целом, с точки зрения электроники, да, понятное дело, что с китайцами, допустим, но конкурировать, ну, невозможно. Но на текущий момент, да, мы подотстали в этом. Да, поэтому лучше, знаете, как обуздать китайцев и сделать что-то там свое, да, опять же, вот, но при этом это будет там радиотехника. Чем что-то стараться сделать, и то не получится все равно, как бы, вот, переплюнуть. И на сегодняшний момент какой ассортимент доступен и какой будет доступен, ну, в ближайшее время? Как я понимаю, здесь еще какие-то образцы есть, которые еще не играют даже. На выставке в Екатеринбурге публика впервые увидела вообще, на самом деле, живьем товар, да, и даже что-то нет на сайте, допустим. Не все акустические системы на сайте еще не представлены, потому что, допустим, флагманская линейка и средняя линейка, они еще пока не вышли в серийное производство. А младшая линейка, которая как раз здесь в комнате, ну, скажем так, у нас есть зона прослушивания, она там рядом, эта линейка представлена, она уже в серийном производстве, она где-то уже там в течение, наверное, там, двух недель появится в ассортименте аудиомании, а потом впоследствии там и у других дилеров, да. То есть вот все, что играет, как я вижу, да, винил, пару усилителей, один, по-моему, усилитель-стример. Все верно. Единственное то, что усилители уже представлены на рынке, их уже можно приобрести. А что касается винила, то вертушка появится все-таки чуть попозже, да, а аксессуары уже есть, и они доступны покупателям. Ну, кстати, по линейке, по аксессуарам, что тоже вот в ближайшее время можно найти? Ну, можно найти, соответственно, картриджи MM, MC, вот они у нас представлены, да, при том, что, ну, как я и говорил, что в любом случае стоимость данных головок, она действительно, как бы, очень конкурентно способная на рынке при том качестве, которое может покупатель получить. И еще такой немаловажный вопрос. Радиотехника, она ассоциируется в первую очередь с S90, S30, там, многим в душу запало и так далее. То есть классическая акустика, которую сейчас называют уже там ретро-акустикой. В таком дизайне я пока ничего не увидел. Планируется ли это? Ну, у нас, как вы видите, в принципе, вполне вот сейчас такой классический форм-фактор и узнаваемый, допустим, ничего такого, чтобы перекликалось действительно, может быть, с каким-то наследием, сейчас покупатели не увидят. И действительно, это самый частый вопрос, будет ли это S90, да? Скажу так, что разработчикам сложно сделать легенду. То есть надо подойти прям действительно очень грамотно, все сделать настолько по уму, чтобы она не разочаровала покупателей. Это действительно сложная миссия. Опять возродить легенду. Как я знаю, да, с нами, собственно говоря, беседовали мы с Артемом Фирмаком на эту тему, потому что вопрос был достаточно частый. Я знаю, что в разработке действительно будет скоро, вот была еще, скажем так, не такая легенда, как S90, была в ассортименте S30 модель, да? Ну, тоже, на самом деле, очень популярная. Ну, тоже очень популярная, да? Как я знаю, что сейчас в разработке модель, которая будет похожа очень на S30, это будет активная модель, но она будет называться не S30, у нее какой-то будет немного другой референс, но, тем не менее, в дизайне будут угадываться вот эти нотки. И форм-фактор, соответственно. И форм-фактор, соответственно. Что касается S90, да, то я думаю, что, ну так, мои предположения мы пока не знаем, как бы, да, ну, потому что это действительно задача сложная. Сделать легенду, и чтобы она действительно, скажем так, всех вот в какой-то степени ошеломила, и люди сказали, о, да, это действительно классная колонка, крутая. И поэтому сейчас вы ее не сможете увидеть, бренд только-только, скажем так, показывает первые свои разработки, и сейчас, я думаю, что разработчики над этим просто работают. Вот, и я думаю, что касается, вот, скажем так, вот этой фамильности, да, которая в любом случае будет у бренда проявляться в дизайне акустических систем, она будет прослеживаться в любом случае, потому что бренд будет беречь это наследие. Итак, с большим полноразмерным Hi-Fi Hand мы уже познакомились, но, как известно, размер это не главное. Есть ситуации, когда нужно очень компактный аппарат, чтобы озвучить комнату, например, спальню, детскую или рабочий кабинет. И здесь, как я вижу, есть из чего выбирать. Давайте знакомиться. Всем привет, меня зовут Дмитрий, компания Digis, отвечаю за направление New Media. В нашей комнате можно будет посмотреть и ознакомиться. И также в дальнейшем выбрать для себя замечательное портативное устройство. Первое, которое здесь обозначено, это американский бренд Tivoli Audio, разработанный Генри Клоссом в 2000 году. В первую очередь, они интересны своими широкополосными динамиками, которые при минимальном размере позволяют прекрасно озвучивать помещение до 20 квадратных метров. Тактильно и внешне они очень приятно и легко вписываются практически в любой интерьер. Модельный ряд достаточно широкий, от простых радиол до устройств, которые могут работать уже полноценной стереосистемой и также подключаться к телевизору. И также устройства на борту имеют встроенный Wi-Fi для хромкаста и аирплея. Хромкаст и аирплей на данный момент это прекрасный выход для тех, кто любит стриминг. Так, а здесь у нас будильничек? Есть будильничек аналоговый, есть будильничек цифровой, есть классические радиолы, радиолы с блютуз, портативная аудиосистема с аккумулятором, но при этом она еще и водонепроницаема для того, чтобы легко можно было взять с собой на природу. А также устройство, которое совмещает в себе ночную подсветку, диммируемую с разными степенями яркости, беспроводную зарядку и блютуз-колонку, для того, чтобы прекрасно можно было ее использовать в спальне, либо на столе в кабинете. И, коль скоро тут прозвучало у нас уже про хромкаст, переходим тогда к мультирумным решениям. Вот с Defunct я как раз уже знаком достаточно плотно, я это успел послушать и, в общем-то, могу сказать, что вполне это уже на рубеже хай-фай существует технология. Defunct это шведский бренд, шведский бренд наушников, то есть они начинали в принципе с TVS наушников. На данный момент здесь представлены мультирум, акустика и также можно будет в ближайшее время ознакомиться с блютуз-наушниками Mondo by Defunct, которые будут выпускаться в трех цветах. Чем Defunct интересен? Во-первых, Йохан, основатель компании, я это от него узнал. Он основатель бренда Urban Ears. Вот эти я хорошо знаю, кстати. Да, он основал этот бренд, он просто потом его продал. Поэтому этот человек, который пришел из дизайнерского бизнеса, в принципе, в производство, но в звуке он человек далеко не последний. Потому что Urban Ears, я думаю, многие этот бренд знают, в том числе я просто удивился, когда он рассказал, что это он основатель бренда, он основной разработчик. Что такое Defunct Home? Это полноценная мультирум акустика, которая представляет практически полную свободу действий для дома. Зачастую в ремонт не закладывается подведение акустического кабеля, правильное подведение питания, место под классические системы. Да, это только опытные люди делают. Да, то есть это делается, грубо говоря, на опыте. Здесь же легко вписываемые за счет своей круглой формы акустические системы, почему легко вписываемые настенные часы, круглые, легко могут смотреться как в офисе, так и в классическом домашнем дизайне и так далее. Поэтому сама по себе форма, она тоже продумана, которые обладают полноценным мультирум-функционалом. То есть они могут играть как сами в себе, как именно стереосистема, могут объединиться в беспроводные стереопары и до 32 устройств можно объединить в полноценные мультирум-группы. То есть это 16 стереопар, которые можно назначить по всему помещению. По источникам. Стандартный Bluetooth, есть подключение AUX, для тех, кто захочет послушать винил, например, с фонокорректора встроенного, например. Есть AirPlay и также полноценный собственный функционал различных аудиоисточников, таких как TuneIn, Tidal, Deezer, Spotify. Может возникнуть вопрос, а как же это слушать в России? Не на правах рекламы. Есть сайт Авито, где продаются просто ключи. Ключ годовой, стоит относительно недорого, поэтому если вам нравится хорошая музыка... Вот, кстати, для примера, у меня прямо на планшете сейчас Tidal запущен. Он прекрасно и спокойно работает в России. Покупается ключ, вы можете спокойно это использовать. Что такое DeFung в дальнейшем? Это не только свобода по источникам, потому что он имеет огромное количество источников, которые может воспроизвести. Но это свобода размещения и дизайна. Здесь у нас представлены сменные грили, которые имеются в 8 штатных цветов. Но насколько ребята продуманные? Если мы меняем цвет гриля, в комплекте идет специальный чехол на кабель. Для того, чтобы если у нас это размещено по стене, и кабель идет по стене, он был в цвет гриля. Внимание к каждой мелочи, скрупулезный подход, он в принципе подкупает. 8 штатных цветов. Но при этом гриль еще можно кастомизировать. Причем, как они обещают, гриль можно кастомизировать даже в небольших количествах. То есть, грубо говоря, там 4 гриля, они все равно это могут произвести и привести. Вопрос цены сейчас не озвучу, потому что это конкретно к моменту к моменту. Дизайн, пожалуйста, мы его разместили. Как его устанавливать? И здесь опять же широкий набор возможностей. Есть прямые настенные кронштейны, угловые наклонные кронштейны, для того, чтобы можно было, например, под потолок в углу повесить. Напольные подставки. Это, кстати, единственное, что к сулению сейчас пока недоступно, потому что меняется фабрика. И сами по себе их ножки для установки практически на любую полку. То есть, что такое Defang? Это свобода звука, свобода дизайна и свобода размещения. И это от меня ремарочка еще маленькая по поводу размещения. Они же еще и настраиваются по звуку, откалиброваны уже под разные расположения. Поэтому с качеством звука тут у нас будет все отлично, непроиграемо абсолютно. И при этом, если нас не устраивает бас, здесь есть эквалайзер, можно подтянуть высокие и низкие частоты или, наоборот, их убрать. То есть, вы можете под себя, опять же, свобода выбора звука, вы можете настроить их под себя. Как вам это комфортнее? Размещаем где хотим, выглядят как хотите. И звук такой, какой выберете именно вы. С новинками бренда Кеннертон мы познакомились не так давно на выставке «Москва Хайншоу». И, соответственно, первый вопрос к Валентину. Успели ли вы подготовить что-то новое к этой выставке? Ну, выставки стали происходить настолько часто, что было бы странным успеть что-то сделать существенное за тот несчастный месяц, который прошел или меньше, и я уже запутался. Но кое-что новое есть. На самом деле, вот именно здесь мы впервые представили на суд публики абсолютно новую версию хорошо известной младшей модели планарных наушников Кеннертон Воден. Вот сейчас она выглядит вот так, и отныне она будет выглядеть вот так. Это, по сути, тот же самый Кеннертон Воден, только чуть лучше по всем параметрам. А по расцветкам это будет единственный вариант? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Традиционно мы любим экспериментировать, любим предлагать людям максимально широкий выбор вариантов, и каждый желающий сможет подобрать что-то. То есть разные цвета, разные сады. Да, совершенно верно. А вот, кстати, у меня вопрос возник сейчас. Это же, получается, открытое у нас оформление, ну, или полуоткрытое, да? Да. Насколько сильно в таком оформлении материал чашки влияет на звук? Честно, никак. Что и требовалось доказать? Да, это просто эстетическая составляющая. Я просто помню, что на закрытых прям подбор чашки что-то решал. Ну, не всегда в наших планарных закрытых наушниках Рогнир материал чашек не играет никакой роли, поскольку внутренняя конструкция сделана таким образом, что никаких резонансов внутренних не наблюдается. И сам материал, плотность древесины там не играет никакой роли. Насколько я помню, вы полностью сами делаете излучатели динамические, планарные. А что касаемо остальных комплектующих, их происхождение? Это тоже сделано в Санкт-Петербурге. Слушайте, ну, было бы, наверное, некорректно говорить, что излучатели... Спасибо. Что излучатели динамические делаем мы в Санкт-Петербурге. На самом деле излучатели... Не буду открывать коммерческую тайну, чего они производства, но на самом-то деле достаточно, поверьте на слово, достаточно серьезного производителя. Не с Алиэкспресс, как говорят некоторые. Вот. А вот планарные излучатели, да, они полностью российского производства, стопроцентно наши российские, и разработаны, и запатентованы они еще в 2010 году. То есть, это абсолютно так. Если говорить об остальных составляющих наушников, при всей своей кажущейся простоте, это достаточно сложный продукт, и, поверьте, здесь комплектующих и деталей крайне немало. Дерево сейчас мы не испытываем особых проблем с древесиной. Используем мы как отечественные породы, так и экзотические породы древесины, коих у меня большой стратегический запас, и колебания курса доллара, и все эти сложности с логистикой. Я думаю, в ближайшие лет пять меня волновать не будут. Отлично. Вот. Понятно, что чаши мы полностью производим сами, на станках с ЧПУ, шлифуем все вручную, покрываем никаких лаков, никакой химии мы не используем. Да, возникли какие-то сложности с покрывающими составами, потому что я использовал, изначально использовал, ну, так уж повелось, я использовал только натуральные масла, исключительно итальянского производства. Сейчас с этим стали какие-то проблемы. Какие-то запасы у меня есть, но они не бесконечны. Слушайте, я совершенно случайно нашел отечественного производителя. Даже это не реклама нисколько. Я вот сделал первую закупку их масел. Может кому-то пригодится торговый дом Мартьянов. Потрясающее качество масла. Теперь я спокоен. Кожа, которую мы используем, она в основном, в основном итальянского производства. К сожалению, к сожалению, наша отечественная кожа не годится для наших целей. Что еще? Металлические детали мы производим, заказываем. У нас нет производства металлических изделий у самих. Мы заказываем, раньше заказывали в Петербурге, сейчас заказываем в Москве. А кабели, допустим, если говорить о кабелях, ну, вот, к примеру, кастомные кабели нашего производства. Раньше мы использовали лицентрад исключительно винтажный, 60-х, 70-х годов, советский, хороший. Не бесконечный, наверное, запасный. Запасы не бесконечные. Вы знаете, я абсолютно спокоен. В Подмосковье и не только делают прекрасный лицентрад, который по качеству и по звучанию оказался много лучше, на мой взгляд, чем винтажный, советский. Как ни странно. В принципе, импортозамещение тема такая. Это происходит от безысходности. Не было бы всех этих ограничений и так далее. Мы бы спокойно использовали бы итальянские, американские материалы и так далее и тому подобное. Слушайте, ну, нет худа без добра. Вот, допустим, тот же паракорд. Если раньше мы использовали американский паракорд, то сейчас мы прекрасно обходимся паракордом, который делает предприятие в Подмосковье, потрясающего качества, ничем не уступающий американским аналогам. И так во многих, во многих, во многих областях. Единственное, конечно, что является головной болью, это разъемы. Разъемов в России никто не делал, не делает и в ближайшее время делать не будет. Я вам скажу, что с этим, ну, возможно, проблема. Со всем остальным, ну, я не вижу никаких проблем. То есть, там, все делается, все делается максимально локализовано в России. Все делается в основном на наших собственных мощностях. Я думаю, что с наушниками перебоя не будет. Замечательно. А, кстати, с электроникой у вас же еще усилители и так далее. Да. Как там дела обстоят? Никаких проблем с комплектующими у нас нет. Используем мы максимально доступные на нашем локальном рынке комплектующие. Обходимся собственными силами. Ну, вплоть до того, что даже в самом дешевом усилителе у нас стоит необычный импульсный блок питания китайского производства, как это делает большинство. Там стоит серьезный трансформаторный блок питания, очень хорошего качества, не создающий никаких наводок, помех. Кстати говоря, рекомендую, делается оно, это чудо, недорогое, очень качественное, делается в Великом Новгороде. То есть, поискать, если поискать, то у нас много чего делается. Да, на это требуется больше сил, больше нервов, чтобы найти, чтобы протестировать и так далее и тому подобное. Но это все есть. По кабелям я еще хотел спросить. Вы кабели изготавливаете только для комплектации своих моделей или это какая-то отдельная линейка? Нет, у нас есть отдельная линейка кабелей, которая, в принципе, может быть применена и для наушников наших конкурентов. То есть, они совместимы, стандартные? Да, да. Более того, не буду называть одного из своих главных конкурентов, американский бренд. Ну да, с нашими кабелями их наушники играют на порядок лучше. Ну, так уж, пусть будет. Замечательно, спасибо, успехов. Вам спасибо. До окончания выставки 10 минут, коридоры уже пустеют, но музыка еще звучит. Таким было Hi-Fi Hand Show в Екатеринбурге. Увидимся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.